МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудовые иммигранты должны будут учить русский язык, историю и законы России. Убийца найден. Правоохранители задержали мужчину, совершившего жестокое убийство молодой рязанки в марте прошлого года. Нужны ограждения. Рязанские дорожные инспекторы предупреждают об опасностях переходов через улицу Новоселов. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня стало известно о кадровых перестановках в региональной службе судебных приставов. Вместо ушедшего на пенсию Николая Ромкина областное управление возглавила Ольга Бажимова. Информацию о назначении нового начальника подтвердили в пресс-службе рязанского управления. До этого Ольга Бажимова занимала аналогичную должность в Оренбургской области. В общем, пожелаем новому руководителю успехов в служебных делах. А теперь к другим темам. С начала этого года все трудовые иммигранты, если они хотят работать в России, должны будут сдавать экзамены на знания русского языка, истории и основ законов страны. В Рязани уже появились два центра, где гастарбайтеры проходят аттестацию. Если в 2013 году экзамены по русскому языку сдавали только отдельные категории мигрантов, трудящихся в сферах торговли, ЖКХ и обслуживания, то с этого года вспомнить правописание, имена знаменитых полководцев и главные праздники приютившей страны придется абсолютно всем. Есть, которые очень хорошие результаты показывают. Сдают очень хорошо и на 90 баллов из 100, и выше 90 баллов. Готовлюсь через интернет только. В интернете всех есть же. И это самое правильное решение. Материалы для подготовки к тестированию, а это более 100 позиций, размещены на российском тестовом консорциуме. На родине многие учились довольно неплохо, но богатый и могучий русский язык ставит в тупик даже отличников и хорошистов. У вас нет этого рода. Русский язык есть этот род, поэтому мы ошибаемся. Атабек привез свою семью из Таджикистана. Он сам живет в России уже 10 лет. А с русским языком как у вас с историей России? Ну, я знаю немножко, да. Немножко? Да. Теперь надо сдавать экзамен? Сложное дело? Да, наверное, сложно. Тахира уже 37. Ему повезло больше. Он приехал давно и учился в нашей школе. Сегодня привел в центр своего племянника. И искренне переживает, что новые изменения в законодательстве не на пользу его землякам. Сейчас вот люди приезжают сюда, у них месяц есть, чтобы сдавать документы в миграционную службу. А вот тут они экзамен сдают, а в течение трех недель они дают сертификат. Я так думаю, они не успеют, потому что еще после этого они должны сдавать экзамен на медицину, там всякие анализы. Ну, а там тоже есть срок. Если еще недавно большинство тестируемых приезжало из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, то сегодня на первом месте Украина. Люди хотят остаться в России и ради этого готовы еще раз сесть за учебники. А теперь о проблемах горожан. Своего решения ждет ситуация на улице Новоселов. Здесь она касается пешеходов и их безопасности. Рязанские дорожные инспекторы стараются снизить аварийность, и вместе с нашей съемочной группой они сегодня побывали на одной из самых опасных, согласно статистике улицы Новоселов поблизости от 61-й школы. Проезжая часть на улице Новоселов является наиболее оживленной в районе Дашково-Песочни. На всей ее протяженности установлено более десятка пешеходных переходов. И все же менталитет русского человека не позволяет ему совершить лишнее телодвижение и перейти дорогу в наиболее безопасном месте. Только в прошлом году на Новоселов под колеса автомобилей попало около 40 человек. Девять из них – дети. В этом районе расположено несколько образовательных и дошкольных учреждений. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками ГИБДД вышла в рейд, дабы оповестить недобросовестных граждан об опасности их маневров. Как вы видите, пешеходы переходят проезжая в неустановленных местах, подвергая себе опасности. Создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Мы направили руководство отдельного батальона ДПС ГИБДД управления МВД по городу Рязани в адрес управления благоустройства города и дорожного хозяйства информационное письмо с информацией о состоянии аварийности на данном участке дороги и с просьбой установить на разделительной полосе ограждение барьерного типа для создания невозможности перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах. Господа пешеходы не боялись нарушать элементарные правила дорожного движения даже в тот момент, когда мы записывали интервью с автоинспектором. По их словам, такой поступок ни к чему страшному привести не может. А унылые оправдания, по мнению нарушителей, являются истинной последней инстанцией. Извините, не надо меня фотографировать старую бафу. Все дело в том, что это очень опасно. Опасно, сочетую. Перебегая проезжей части в неустановленных местах. Своего внука ругали всегда, сама вот спешу в поликлинику. Извините, пожалуйста. Вы тоже крайне недовольство высказываете, да, когда пешеходы переходят проезжей части, несмотря ни направо, ни налево, да. Зачастую вы, наверное, тормозите, да, чтобы сбежать наезд за пешеходом. Конечно. Ну, почему сами так делали? Ну, я посмотрела, что машин нет, я никому не мешала. В этом дорожке в предположенном месте переходите. Ой, неохота туда идти дальше. А что с ним пешеход? А я смотрю через дорогу. Честно говорю, я первый раз перехожу здесь, первый раз. Честно говорю. Пешеходный переход, светофор. Я знаю, где пешеходный переход, вы меня извините. Все, перестаньте, штрафуйте. Да и водителям, по правде говоря, такие выкрутасы пеших граждан погоды не делают. Очень сложная обстановка, постоянно перебегают дорогу. Очень аварийная ситуация, тем более сейчас по зиме очень скользко. Надо, я думаю, каким-то заграждением или ограждением, чтобы народ не перепрыгивал. Вечное противостояние между пешеходами и водителями – проблема разрешимая. В этом районе всего лишь необходимо установить ограждение вдоль проезжей части. Дело остается за малым. Дождаться решения городских властей. А теперь о криминальной информации. Стало известно, что полицейские задержали предполагаемого убийцу Рязанки Евгении Макликовой, тело которой обнаружили в лесопосадке села Оксиньино в марте прошлого года. Предполагаемый убийца скрывался более 10 месяцев и разыскали его в Краснодаре. Почти год ушел на поиски главного подозреваемого в смерти Евгении Макликовой. За это время Карен Карапетян сменил немало адресов проживания. Как только хозяева съемного жилья требовали паспорт, постоялец опять съезжал. Поймать беглеца помог краснодарский таксист. Он привез пассажира на вокзал, и тот попросил об услуге – купить билет на один из рейсов. При этом никаких документов водителю он не предоставил. Мужчина показался подозрительным, и вместо кассы таксист прямиком направился к сотрудникам полиции, чтобы на всякий случай пробили по базе. Чуть ее не подвело. В настоящее время он находится в СИЗО города Рязани. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы по возбужденной статье. Также в дальнейшем будут возбуждаться в отношении него иные составы преступления по факту похищения им у погибшей имущества. Погибшую девушку и ее родителей подозреваемый знал много лет, практически росли вместе. Но дружеских отношений не поддерживали. Незадолго до убийства Евгений и Карапетян случайно встретились. Девушка похвалилась, что собирается за новыми сапогами. Когда показала, за какими именно, Карен предложил выгодную, на первый взгляд, сделку. Он мог бы заказать лучше у знакомого. Девушка отдала тысячу рублей в качестве предоплаты и рассчитывала вскоре примерить обновку. Но дело не выгорело. По словам Карапетяна, в тот день он собирался вернуть деньги. А жертва почему-то вспомнила всех членов его семьи. Здесь состоялся разговор, что она сказала, что угрозы, нецензурные слова и так далее. Я сказала, Евгений, Женя, успокойся. Она мне сказала, я сейчас ей глаза выкрукаю. И вот вошел разговор. Погибшая сопротивлялась до последнего, когда старый знакомый принялся ее душить. Когда мужчина ослабил хватку, девушка была уже мертва. По крайней мере, так заявляет Карапетян. Он вывез тело в лесопосадку и уехал. Почему вы не обратились в скорую помощь, к медицинским работникам? Вдруг она была жива? Я испугался. Вы имеете медицинское образование? Нет. Вы были уверены в том, что она мертва? Ну, я потрогал, не бился в пользу. Рядом с цветами и крестиком неизбежные процедуры следственного эксперимента кажутся еще печальнее. В тот день малыш Евгений так и не дождался свою маму. Еще в продолжении полицейской темы. В Рязани открылась выставка, посвященная будням работ правоохранителей. Экспозиция разместилась в одном из залов Музея молодежного движения. Побывал на выставке Ирина Жерзделяева. На протяжении долгого времени Музей истории молодежного движения сотрудничает с управлением внутренних дел в самых разных направлениях. Вот и сейчас одним из результатов сотрудничества стала фотовыставка о доблестных защитниках правопорядка. Будни Рязанской полиции 2014. Это подборка фотографий полицейских на работе и отдыхе, на новосельях, строевых смотрах и прочих мероприятиях. Активное участие в организации этой выставки, в представлении своих работ принимают участники пресс-центра управления внутренних дел, которые комментируют эти фотографии, поскольку, ну, действительно, управление внутренних дел – это не только охрана общественного порядка, полиция наша, это не только охрана общественного порядка, это и много всевозможных мероприятий спортивных, работа с ветеранами полиции, с ветеранами Великой Отечественной войны, работа с добровольческими отрядами, которые представители здесь тоже присутствуют, которые, ну, так или иначе, втянуты в деятельность нашей полиции, пусть на добровольческих началах. Поэтому вот все это крайне интересно, и фотографии, которые вот в этот раз представлены, они дают нам, действительно, представление о том, что полиция – это не только вот человек на посту, на охране там общественного порядка, государства и так далее, но это еще и просто интересный человек, который видит нашу жизнь своими глазами и вот этими своими впечатлениями делится здесь со зрителями. Авторами фотографии выставки стали почти все сотрудники пресс-службы управления Министерства внутренних дел. Большинство работ принадлежат Ольге Кендиновой. Именно через объектив ее камеры мы смотрим на события и мероприятия рязанской полиции. Девушка с фотоаппаратом на «ты» уже порядка семи лет. Сначала работа с фото на документы, студийная съемка, и только потом пришло понимание, что действительно хочется реализоваться в этой сфере. В составе пресс-службы у МВД Ольга Кендинова больше года. Я долгое время была фрилансером, и мне захотелось посмотреть на фотографию с другой стороны. То есть когда фрилансер, ты можешь выбирать что-то, ты можешь как-то немножко халтурить, а когда ты работаешь в плане фотографии, то здесь уже нет возможности отказаться. Здесь нужно постоянно работать и снимать все, и как-то подходить творчески ко всем съемкам. То есть не тем, которым тебе нравится, легкие, но и сложным, и легким ко всем. На открытие фото-выставки пришли молодые люди из Рязанского центра развития добровольчества. Наш центр развития добровольчества активно сотрудничает с управлением Министерства внутренних дел Рязанской области. Также руководитель нашего центра является членом молодежного совета, который недавно был создан при этой структуре. Поэтому мы также не могли обойти вниманием и посетили эту выставку, посетили это открытие. Я думаю, то, что волонтерам, да и в принципе всем молодежам будет интересно посетить. Эта выставка пройдет сегодня неделю, но я думаю, это вполне достаточно времени, чтобы ее посетить. И мы обязательно даже с нашими волонтерами в течение недели сюда заглянем. Прийти в музей и посмотреть фотоработы может каждый. Выставка продлится с 27 января по 9 февраля. А через год мы увидим новые фотографии, запечатлевшие будни рязанской полиции. А рязанские оперативники госнаркоконтроля сообщили о задержании очередного наркофермера. Сотрудники госнаркоконтроля в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли более килограмма марихуаны. Наркотики хранились в доме 42-летнего жителя Рязанского района. По словам подозреваемого, сырье для марихуаны он вырастил сам, разбив делянку недалеко от поселка. А наркотик он продавать не собирался, мол, выращивал для себя. А теперь о погоде. На этой неделе ожидается небольшое потепление. Подробный метеопрогноз у Натальи Новиковой. Несмотря на то, что, согласно календарю, большая часть зимы уже позади, мы так и не почувствовали затяжных лютых морозов. Да и заметенные снегом улицы и дома тоже, скорее, редкость в этом году. И вот, согласно многолетним наблюдениям синоптиков, должно наступить самое холодное время года. По крайней мере, так было всегда. Обычно на 31 января приходится самая низкая в годовом цикле температура. Но в этом году все иначе. Последняя неделя января будет снежной и мягкой. Распространение влажного воздуха с юго-запада по периферии холодного азиатского антициклона обусловит преобладание сплошной облачности, частый снег и более высокую, чем обычную, температуру. 29 и 30 января ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9 градусов. Днем минус 1, минус 6. На дорогах гололедятся. Выходные дни под влиянием атмосферных фронтов мощного атлантического циклона. Дневная температура воздуха перейдет к положительным значениям. 31 января и 1 февраля ожидаются уже осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер будет порывистый. Ночью, возможно, метель. Днем в отдельных районах гололед. А температура воздуха ночью. Всего лишь минус 1, минус 6 градусов. Днем минус 3, плюс 2 градуса. В первые дни февраля сохранится сырая ветреная погода с осадками и температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы. Словом, весна однозначно не за горами. Это был завершающий наш эфир видеоматериал. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал председатель общества жителей блокадного Ленинграда Геннадий Соколов. И речь в беседе пойдет о памятной дате освобождения города от фашистов. На сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин